Сказала, давай попробуем читать. Хорошо, но можно попробовать. Ну давай, а где Маска? А больше некого, ай! Нет, почему есть Маша Брагинская? Ну, не важно. Ну, хорошо, Маша могла бы почитать. Но Маша у нас такой человек, Машу мы другого используем. Она рисует пока. Хорошо, Шурик скажу. Да, это точно. Я чаще рисую или с Даниэлем слушаю песни одновременно, поэтому я просто могу на слух, а читать я как раз не могу. Да, Анька, что? Не гоняться за кое-кем. Давайте все немножко собрались. Давайте, мы хотим все-таки начать учиться. Анька, что... Давайте начинаем. Все выключайте микрофоны, да? Давай, давай. Мишна на странице Lamed Zayn Amud Aleph. Lamed Zayn... Анценьем. Да, мы предыдущую субью, насколько я понимаю, мы выучили. Lamed Zayn Amud Aleph. Так, и что, мы начинаем смешно, да? Смешно, да. Мы все остальное выучили на прошлом уроке. Лamed Zayn Amud Aleph. Лamed Zayn Amud Aleph. Окей, и давай поймем, что это значит. Значит, ну, какое домашнее животное... Значит, что мы обсуждали в прошлый раз? Давайте напряжемся. Те, кто был в прошлый раз, давайте вспомним, что мы обсуждали в прошлый раз. Что мы обсуждали? Как-то сложно вспомнить мне. Нет, ничего сложного. В прошлый раз мы обсуждали соответствие праздничных законов с субботним. Насколько точно те праздничные законы, запреты, собственно, те запреты в праздничный день, которые не относятся к готовке еды, соответствуют субботним запретам. Помните, такое было? И об этом был весь спор в Гемаре. Относительно того, есть ли, могут ли быть послабления, и помимо Охель-Нефиш, помимо приготовления еды, которая... Там было говорилось, что Бейт-Шамай говорит, что то, что в Шаббат нельзя, и в Йомтов нельзя в праздник, а Бейт-Нефиш разрешал, да? Да, да. Значит, получается у нас, что сухой осадок такой, что мейнстримные, так сказать, мудрецы, ну, Бейт-Шамай, мы знаем, они проиграли, да? Те мудрецы, которые выиграли, топят за то, что у праздника по отношению к субботе есть больше разрешений. В праздник разрешены те вещи, которые в субботу запрещены. Их немного, но они есть. Помните это все? Ну, хоть бы и не помнили. Значит, так обстоят дела. Теперь, что здесь нам говорится? Нам здесь говорится, что говорится, как работают как работают эти запреты в отношении, так сказать, тхумин, да, тхумей-шаббат. Как известно, у каждого населенного пункта есть тхум-шаббат, который, это Аль-Паэ-Ламот-Леколь-Руах, две тысячи локтей в каждую сторону. Примерно километр от места самого псилейда. Значит, однако, тут есть некоторые тонкости. Предположим, некто живет не в самом городе, а, например, на хуторе в полукилометре от него. У него уже свои субботние пределы, правильно? Ну. Да. Ну вот. Теперь. Вот ровно к этому относится то, что ты только что прочитала. И теперь давай, вот с этой точки зрения, давай попробуем понять, что здесь написано. То, значит, то есть, ты хочешь сказать, что речь идет о том, как переносить из личного пространства в общественное животных и посудных. Нет. Нет. Не совсем. Нет. Ты путаешь две вещи. Личное пространство в общественное это то, что обозначается общим словом ирух, когда смешивается личное пространство в общественном. Да, да, да. А здесь речь идет, это называется ирух-хоцет, или щитух. А то, что здесь имеется в виду, это тхумени. Это немножко другая хрень. А можно ли это нести или переводить за такое там вот это расстояние от границы населенного пункта? Да. Именно так. Теперь. Мы думали, что можно. Если ты донес до хутора, ты можешь нести дальше еще на километр. А вот и нет. А вот и нет. Вот ровно это здесь и написано, что это совершенно не так. Кто тебе сказал такой ерес, Зор? Это точно не я был. Нет. Я такого не говорил. Нет, я не говорил такого. Я говорил другое совершенно. Я говорил, что в некоторых ситуациях человеку удобно иметь больше пространства для маневров в некоторую определенную сторону. И тогда он делает то, что называется эрухтхумин. Да, он кладет символическую трапезу на границе этого как бы этого это вот хума, да, на границе этого предела. И тогда он может пройти не километр, а целых два километра в эту сторону. Зато нисколько не может пройти в другую. Да. Вот так это все устроено. Да, это есть. Но это тут сейчас совершенно ни при чем. Теперь, здесь обсуждается случай, когда человек с хутора взял взаймы скотину у человека из города. Или не скотину, а, например, горшок. И что, может ли он это взять? Нет, взять то он может. Пожалуйста, что угодно. Вот я к тебе приду, даже ты не на хуторе живешь, а хрен знает где. Я к тебе приду и скажу, Анька, вот мне там, я не знаю, очень нравится твоя сумочка. Могу я поносить, вот мне там, не знаю, могу я сюда поносить недельку. И мне скажешь, пожалуйста, что он дорогой. Теперь вопрос, а что я могу сделать с ней в субботу и в празднике? Вот это вопрос. Могу ли я в субботу, если бы я был религиозным человеком, пойти с этой сумочкой, например, ну даже не знаю куда, в Моц. Да? И ответ нет. Потому что твоя сумочка живет в твоем месте. А в праздник? Живет в твоем доме, понимаешь? А в праздник? И в праздник она продолжает жить в своем доме. И она никуда не может, как бы, ее носить нельзя. Как это работает, когда это два весьма удаленных населенных пункта, я не знаю, сейчас посмотрим. Вот. Но как это работает, когда это город и хутор, это так работает. Значит, перевожу буквально. Скотина и предметы, ну, во время этого утвари, умеют перемещаться, в скобочках, как ноги их владельцев. или как ноги их владельцев, или по тому, как привык делать их владельцев? Нет, не рогелей, а роглей. Нет, как ноги их владельцев. Если некто передает свою скотину своему сыну... ты не поставил здесь так огласовки? Вообще там нет таких огласовок? Огласовки проставлены Штейн-Зальцем. Нет, ты права, в этом взятии права, но тут такая фишка. Огласовки проставлены Штейн-Зальцем по... считается, что в основном по йеменской традиции, которая считается весьма достоверной. Но тут и по смыслу это так. Понимаешь? Вот, пожалуйста, тебе Раша говорит. Эй, надам, яху ле ули ха ба ём долг, элла ба маком ша ба але а еху лим ле лех. Им муэ рэв. Ешла аль паэм леколь руах а лаир в им муэ рэв лексафон ну и так далее. Общий принцип такой. Человек не может вывести скотину или отнести предмет в такое место, куда её владельцы не могут попасть в праздник. Это ясно сейчас? Вот то, что я сейчас сказал. Да, понятно. Да? И теперь следующая фраза, вот следующая фраза ну совсем понятная. А мусэр ба ма то левно у лероя, да? Анька, давай, переводи. Которая, значит, передаёт свою вот эту скотину своему сыну или пастуху. Это тоже как, так как далеко может пройти хозяин, что ли? Да! То есть фишка в том, что корова эта пасётся в стаде. стадо ведёт пастух. Но в праздник или сейчас я пока не понимаю, есть тут разница в субботу или в праздник, но общий принцип такой, что этот пастух не может выгнать этих коров в такое место, куда их хозяев они могут попасть. А, куда, они могут попасть по какой причине, что они... По той причине, что это не за пределами субботнего тхума. Ага. Теперь представим себе, представим себе, что хозяин сделают рух тхуми, например, в сторону севера, да? тогда получается, что этот пастух вообще не может их гонять на юг. Это ясно сейчас? Подожди, подожди, нет, это я не поняла, разве тхум это не вокруг? Конечно, вокруг, но если я делаю эруф тхумин, то я перемещаю этот тхум на то место, куда я положил этот эруф. Я не могу расширить эруф, я просто как бы передвигаю его в ту сторону. Я как бы условно считаю, что мое местонахождение это не город, а километр от него к северу. Подожди, ну тогда, значит, видимо, ты не понимаешь такой тхум. Вот если город или там где-то в подселок хутор, и ты от него, ты можешь вот этот километр сделать во все стороны, нет? Во все стороны, правильно. Что значит сделать? Я бы не имела для этого ничего делать. Это у меня уже есть. Это тхум-шаббат, да? То есть, от этого города, точнее, от границы этого города, положение в городе неважное. Это такой есть принцип. Если город большой, как Русалим, например, то имеет значение границы этого города. В каждую сторону границы этого города я могу пройти километр. Правильно? Да. Представь себе, что у меня есть какое-то важное дело в Маля-Думим. Маля-Думим дальше. Ну, я не знаю, на самом деле, насколько. Представь себе, что у меня есть какое-то важное дело в двух километрах от города к северу. Там приезжает Великий Раф, это обычная у них ситуация. Приезжает Великий Раф, мне хочется послушать, что он говорит. В праздник. Или в субботу. Тогда я что делаю? Я в пятницу иду на километр к северу и кладу туда кусочек хлеба и яйцо, например. А, тем самым ты сможешь опять... Это называется Рудхумин, да? Это называется Рудхумин. Тем самым я считаю, что как будто бы в эту субботу и празднике я нахожусь не здесь, в Иерусалиме, а там, в километре от города. Теперь, я с этой в этот самый субботный праздник я могу находиться в городе или в двух... на протяжении двух километров к северу, но я не могу вовсе ходить на юг. Вот в чем дело. Понимаешь? Да, представим. Представим себе, что... Давайте не заморачиваться пока ирувами, да? Представим себе, что я живу здесь, в городе, а мой сын, ну, мой сын, там, старший, например, в Реале живет вообще в Тель-Авиве, так что это как бы не очень релеванно. Ну, еще интереснее, еще смешнее, да? Я живу в Иерусалиме, мой старший сын живет в Тель-Авиве, у меня есть скотина, собака. Я... А, кстати, совершенно релеванный случай. Мой второй сын на время службы как раз у вас где-то передал свою собаку на передержку. Теперь получается, что эта собака не имеет права покидать поселок во время субботы праздника вообще. Потому что она формально живет вообще в Иерусалиме. Там еще хуже. Она формально живет на той базе, на которой служит мой сын. Понимаете? Какая фишка получается? Ну, по Ишову она ходить может? По Ишову может. 100 метров от дома только. Что ты говоришь? 100 метров от дома это людям, а собакам то, наверное, можно больше. Вот. Ну, вот такой карантин получается. 2 метров от другой собаки. Вот такой карантин получается, значит, талмудическое свойство. Понятно? Вот этот момент понятен, я на это сейчас. Поехали дальше. Келим המיוחדин לאחד мин האחרון שבבית, הרי אלו כרגлав. шеволхин שבבית, לא мин האחרון. נשאחרון יחדים, ערי אלו כמכ כמכ שבבית, שבבית. Какие-то предметы, сосуды, которые отделены один от другого, первое от последнего, не знаю. Нет, выделены. У нас есть три брата, у одного есть любимая чашка, и только он из нее пьет. Это называется Акерима Мюхадзим. А, понятно. И тогда вот эту конкретную чашку можно тоже переносить как сколько может пройти хозяин этой чашки, да? Вот этот самый братец, да? Да. А которые обычные, как бы для всех, они Макон, Шехол, Хим, место, в которое ходят, это… Ходят они все, но как бы еще… Как бы еще… Все время надо представить себе ситуацию. Этот брат уехал или там сделал себе Руфтхум на север. Теперь эта чашка не может двигаться на юг. А все остальные чашки, которые не его личные, а все их, они могут двигаться, как двигаются все. Имейте в виду, все они Ульхим. Сейчас, хочешь Рашу прочитаем? Сейчас здесь обыгрывается опять, там как бы ноги хозяина, Реглав, а здесь Ульхим. Как бы получается, что у этих саксами Килим уже могут ходить? Нет. Ну да, ну не совсем. Вот Рашу пишет, «Лемком шекולם יכולим лейлых, мותר להолיך את Аккелин, אבל им арабь, אחד моим…» Он в Тошинце приводит этот пример. «Авел им арабь, אחד моим, лесов 2,000 לצפון, «в Ашарлу Эрбун», «ху маакеб על ядам, маоликам לדарум, «эфилопсиахат, мапнии хилоков». «Ааа, в Эм на квималь яду лялехам лексафон и лалпайм ше бутарим бэн». А-а-а, тут интересно получается. Он говорит так. Представим себе чашку, вообще чашку, да, вот там общую чашку. Если у нас есть отдельная любимая чашка вот старшего сына, то там все ясно. Вот куда он может идти, туда и чашка может. Туда он и чашку может носить. Так. Представим себе чашку нелюбимую. А-а-а, такую вообще чашку, без рисуночка. Раша описывает ситуацию так. Некий брат поставил себе Рув на север, например, да, и он может пройти туда два километра, а в другой сторону не может вовсе. Теперь ни один предмет в доме, получается, не может двигаться к югу из-за той части, которая принадлежит этому брату. Она общая, как бы, да, мы считаем, что она состоит из нескольких кусочков, как бы, принадлежащих разным людям-домочадцам. Ну, понятно. Вопрос. Это интересно, что почему-то еще тогда, что все эти килим, они, в принципе, общие. Есть одна одного брата, который может идти за ним или вместе с ним, а все остальные тоже, получается, могут идти только туда, куда он. Нет. Вот еще хуже, потому что они на два километра тоже не могут пройти на север. Потому что из-за той части остальных. Шурик, а какой вопрос? Вот, предположим, мы с моей сестрой живем вместе. Ага. Я в пятницу сделал Ируф на юг в сторону Анатота, а она сделала Ируф на север в сторону там, что там у нас на севере, я не помню. Ну, без разницы. Значит, получается, что каждый из вас может пройти два километра в соответствующую сторону. Но ни одну вещь, принадлежащую вам обеим совместно, вы не сможете двигать вообще из поселка. Ага. Все понятно. Вот такая ситуация. Мне кажется, что это действительно хороший вопрос, хорошее разъяснение. Теперь понятно, как это работает? Да. Да. Да, это интересно, на самом деле. То есть, личные, особенные вещи, например, личную одежду. Да, у вас же с сестрой, небось, не общая одежда-то? Нет. Значит, одежду можно надевать и идти там куда-то надо. А любимую кружку можно носить, а кружку, которая принадлежит совместно, там, кастрюльке или я не знаю что-то. Вот их, Андрей, нельзя. И вовсе нельзя. В описанный такой взор ситуации нельзя, нельзя никакую сторону. Понятно. Понятно? Они блокируют как бы друг друга. Угу. А еще раз, как эта вещь называется? Тхум как? Кто тхум? Нет. То, что описывалось, называется руфтхумин. А, руфтхумин. Вот то, что делать дальше, да? Перенос, да, да. Есть, по сути, три больших вида эрува. Да, эрув хацерот слэш шитов, когда объединяются дома во дворе или дворы в городе в одно общее владение. То, что у нас делается с помощью такой проволочного заборчика, чтобы можно было носить внутри города вещи. Эруфтхумин – это вот то, что только что написано. И эруфтавшилин, который мы разбирали несколько раньше, чтобы можно было готовить с праздника на субботу. Да? В какой-то у нас третьей главе или второй главе у нас был эруфтавшилин. Четвертый. Вот. Поехали дальше. Извините, а можно вклиниться или нет? Что, прости? Ну, вклиниться можно. А, да, нужно, нужно. Мы с этого живем. Вы просто говорите насчет того, что если сделал эруфт на север, то на юг вообще нельзя. Вы имеете в виду, если перенес на километр целый? Да, да, конечно, конечно. То есть, условно говоря, если на 800 метров, то 200 можно Это важное уточнение. Да, Денис, конечно, это важное уточнение. Если на 800 метров, то на 200 я могу отойти в другую сторону. Центр там, где трапеза вот эта символическая. Да, да, разумеется, разумеется. Именно это именно. Спасибо. Так. Флорик, повторите, пожалуйста, первый эруф. Какой? Эруф тхун... Эруф хацилот флэш шиту. Эруф хацилот – это объединение дворов в одном... Объединение домов в одном дворе. Как бы формально совместное владение, чтобы можно было в субботу и праздники. В субботу, прежде всего, в праздники – это не очень важно. Носить внутри двора вещи. А шитуф – это объединение дворов на уровне города, чтобы можно было внутри города носить вещи. Поехали дальше. Так. Угу. Угу. А, то есть все вышесказанное относилось, насколько я понимаю, к тому, к передаче вещей в сам праздник. А если он за годы передал, то тут другие правила. Значит, теперь так. Тот, кто одалживает какую-то, значит, вещь, сосуд от своего друга накануне праздника, он может переносить эту вещь как, значит, столько, сколько он сам может идти. Да, как если бы она была его собственная. Ага. А если он, так, как идти, а если он одолжит ее в сам праздник, то так, сколько, может идти тот, у кого он одолжил. Ага, ага, именно так. 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 Векенха Иша, ше Алана хазерта таблин, умайм, умелых и исата, хорей Эльв кереглей штехен. А, вот как. Вот. А женщина, которая одолжила соль и спички. Ну, вот. И когда… Спички, да. Спичек там не было. Вот. Туалетную бумагу. Ань. Да, соль, спички, туалетную бумагу. Эмм. Эмм. Нет, сейчас переведи нормально, ладно? Тут, может быть, не все… Не все… Ну, не хорошо. …которая одолжила в своей товарке, значит, специи, воду, соль и тесто? Да? Нет. Для. Для своего теста. Для своего теста. Она собирается делать тесто. Она туда там… А у нее только мука есть, а больше ничего нет. Вот она берет в соседке, берет все необходимое и… И… И вот эти вещи, она может нести столько, сколько… Обе они могут идти. Я тебе хуже скажу. Вот Раша объясняет, что… Что не эти вещи, а то, что из них сделано. Сама похлебка или сам хлеб, само тесто, может перемещаться так, как… Только на те места, куда могут попасть обе они вместе. Нет. Во-первых, здесь две вещи мне непонятны. Почему? Откуда он взял… То есть, что из этого будет сделано? Хотя здесь говорится только про… Откуда он взял? Не знаю, откуда он взял. Откуда берет Раша все свои сведения? С традицией, наверное. Это… Здесь уже просто перечислены вещи. А, наверное, он взял это из-за того, что здесь сказано… Вот это слово… Ле… 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 Эсета… Так было бы и не говорилось. Видимо, важность этого слова говорит о том, что важно то, для чего это берется. Ммм… Ну, предыдущий… А тавлин, например, Раш объясняли, что ликдерата… В смысле, что для супа какого-то. Нет, я просто имею в виду, что раз он сказано вот для… для… для теста… Вот это слово, в принципе, сказано… То это… Говорится для того, чтобы мы знали, что важен… Ну, что ты знаешь… Что ты знаешь… Ну, я… Я… Я вижу пока… Я вижу пока, что… Что… Ну, там такая же примерно… Там такая же примерно… Ситуация, как и с общей кружкой, да? В общей кружке есть доля каждого из… Ну, как бы, соучастников. Этот самый… Этые вот предметы… Тавлин, Мэлах и Маим… В общем, не важно, что… То, что она спрашивает у соседки… Они как бы заночевали уже у соседки. Ну, в смысле… Это же сам праздник происходит, внутри праздника, да? А, сейчас… Тогда… Внутри, разумеется… Потому что, если бы это было до праздника… Они были бы ее собственные. Ну, в смысле… Той, кто попросила, да? Они бы уже оказались в супе, грубо говоря. Да, но давай мы подойдем все-таки к самым важным вещам здесь. Почему так различны здесь мужчины и женщины? А, они не различны. Потому что здесь женщина условная. Потому что женщина обычно готовит. Они хотят продемонстрировать принцип, что если ты не весь суп попросил у соседки, а только часть ингредиентов, одну морковку… И все, этот суп уже партнерский как бы… Это не важно, кто готовит. Если бы я готовил, то же самое про мужчину было бы сказано. Это просто дело в том, что все-таки готовят. Это, я думаю… Возможно, это будет еще затрагиваться в субе Талмуды. Но… Но мне представляется пока очевидным, что речь идет просто о некоторых формально-имущественных долях как бы, да? Хорошо. Так, а предыдущее? Если мужчина, там же было до этого, одолжил клей у своего друга, он тоже, можно так сказать, он одолжил одну чашку, а там еще куча чашек у того осталось. Тоже партнерское у них общее? Почему же… Нет, почему… При чем здесь чашки? Еще раз. Кому принадлежит эта вещь? Вопрос. И кому она принадлежала на момент наступления праздников? Вот это самое важное. Кому принадлежала эта вещь на момент наступления праздников? Если эта чашка принадлежала… Ты понимаешь, когда я у тебя беру взаймы некоторый предмет, да? Я как бы приобретаю его в свое формальное владение. Ну, так эта женщина приобрела… Ну, я не могу сделать это внутри праздника, пойми, Анька. Ага. Ну, предыдущее. Внутри праздника я этого сделать не могу. Они уже, с точки зрения праздника, заночевали, ну, в смысле, живут в доме этой соседки. И это неважно, что чашка или яйцо, или три грамма соли. Понимаешь? Неважно. Предыдущий стих, предыдущий стих. То же самое, ровно то же самое. Только там речь шла о целых предметах, а здесь идет речь об ингредиентах, понимаешь? В этом разница. А больше ни в чем. А, то есть разница в том, что там о целых предметах… Конечно. Конечно. Ты же не можешь попросить у него пол чашки. Хотя нет, можешь, если это ваша общая чашка, например. Тоже, кстати, интересный момент. Если это ваша общая чашка, ты для того, чтобы… Для того, чтобы носить ее по своей прихоти, ну, по своим возможностям Йомтов, ты должен перед Йомтовым как бы попросить у нее эту чашку в исключительное свое владение. А это интересный момент. Да? За три минуты до захода солнца ты должен сказать, слушай, старик, вот завтра мне позарез нужно будет вот на север на два километра, я хочу с собой чашку взять, там чайку попить. Давай мы сделаем так, что эта чашка вот на этот Йомтов будет моя. Он говорит, отлично, все, с этого момента все нормально, все отлично. Ты можешь эту чашку… Она будет называться вот этот Келим Амиюхадим, да? Твоя личная, личная, собственная, любимая чашка. И ты с ней будешь всюду ходить. А он, заметьте, не будет. Вот. Теперь, если же наоборот, она остается в совместном владении твоей, твоей и его, то она умеет ходить только тут, в те места, куда вы оба можете попасть. И то же самое относится к пирогу, испеченному двумя хозяйками совместно. И то же самое относится к пирогу, испеченному одной из хозяйц с частью ингредиентов другой хозяйки. Если эти ингредиенты выпрошены в сам Йомтов. Послушай, но я с этим не согласна, что пирог, он совершенно отличается от этой соли, которую в него кладут. Понимаешь? Оно может отличаться? Оно может отличаться. Она уже растворилась, она уже перешла в другое качество. Миря, возможно... Не можешь нести муку, не можешь нести... Очень интересно. Это хорошо, что ты говоришь, потому что, скорее всего, что-то из этого будет работать в Сугеев Гемаре. Да? Этот вопрос обязан быть задан, потому что... Да. Потому что... Мород из одного предмета получается другой. Да, он тут права, да. Он перешел в другое качество. Но... Давай посмотрим, где это работает, где это как. Для этого надо дальше учить. Анька, понятно сейчас все? Ну, в общем... Ну... На уровне слов, которые сказано, да? Ну, как бы... Понимаешь, в чем дело? То есть... У меня как вопрос. Здесь сказано Иша просто потому, что ты говоришь, тетки готовят. Только для этого. Да, я только что... Хотя, насколько я понимаю, если вот то, как нас учит читать талмуд для вина, каждое слово важно. И это не просто так. Ну, допустим, мы сейчас не будем заморачиваться с этим. Это как бы... Подожди, Анна. Действительно, это философия. Это ты сейчас в Фейсбуке потом напишешь. А мы сейчас разбираем слова. Слова тут такие, как бы... И пока на уровне того, что... Мне кажется, пока более интересный вопрос в мире, действительно. Как получается, что я добавил в пирог щепотку соли и превратил его в общее достояние меня и того, у кого я эту соль задолжил. Вот это интересно. А про мужиков это посмотрим. Ну, хорошо, то есть... Скорее всего... Ответ на вопрос в мире, мне кажется, ты уже давал до этого, сказав, что здесь важно, что речь идет именно об ингредиентах. Конечно, но... Конечно, но до бескон... Вопрос был такой, до бесконечности ли как бы простирается это... Это право моей щепотки соли как бы запрещать этому пирогу ехать в определенную сторону. Да? При том, что этой соли там нет давно и, может быть, даже и на вкус не ощущается. Угу. То есть ингредиенты делают то, что получилось, оно превращает в общее... в общее, ну, совместное пользование, да? Ну, не имущественно, да, что это важно подчеркнуть. Не то, что эта тетка, у которой я одолжил эту щепотку соли, начинает иметь право на кусок пирога. Ну, возможно, она может даже и будет иметь, но это как раз не важно. Важно, что она блокирует перемещение этого пирога. Вот это интересно. Ну, потому что как бы делает это совместным имуществом? Как бы? Как бы, да. Вот, да, да. Мне кажется, что... То есть, да, в этом все дело. В этом все дело. Опять же, даже не с точки... Там надо избавиться вот от имущественного аспекта. Что с ней? Она тем-то подарила эту щепотку. Она не имеет права имущественно на кусок пирога. Это не важно. Я поэтому и сказала как бы. Вот. Именно что как бы. Именно что как бы. Там даже важна не сама тетка, а эта соль, которая в определенное время находилась в определенном воде. Да, и дальше ничего не... Ничто не может этого изменить, как бы. Угу. А предыдущий тот, что мужик брал там, неважно, мужик или не мужик, это шла просто в одной отдельной чашке, которая не меняется. Да. Ну, да. Так, а теперь у меня вопрос. Есть ли принципиальная разница между подарила щепотку соли или одолжила? Если одолжила, вроде как, совместные, но если подарила, то отказала? Я не вижу никакой принципиальной разницы. С одной стороны, делать подарки в ёмту, как мы знаем, нельзя. А, всё, да. Я забыла. Вот. С другой стороны, с другой стороны, нам совершенно без разницы. Как бы, ещё раз, я призываю подчеркнуть, что имущественные права здесь не важны. Здесь важен статус этих ингредиентов на момент наступления праздника. Оперса. Ну, на самом деле, вопрос Зор очень хороший, потому что, опять-таки, здесь именно сказано хайша-ше-ша-ала, что она одолжила. Одолжила. Но, опять-таки, мы учили, что подарки, не нельзя делать подарки в субботу и праздник. Из-за письма. Да. Ага. Ну, допустим. В прошлый раз, по-моему. Можно делать подарки. Ты знаешь, некоторые считают, что можно делать подарки. Некоторые считают, а как они это обосновывают? Я точно помню, что я хотела подарить кому-то там костюмчик, и мне сказали, что вот есть разные мнения раввинов, есть которые говорят, что ты можешь принести в синагогу в субботу и дарить можно, а есть, которые считают, что дарить нельзя. Так что это очень тоже непростая история. Любопытно. Любопытно. Но пока мы стоим в точке, где, насколько я понимаю, где подарки не… по крайней мере, формальные подарки, да, то, что ты, как бы, вот, действительно даришь дар… Ну, это не лично идет про щепотку соли, понимаешь? Ведь когда наш Аллах этот, да, отдал джиную эту щепотку соли, имеется в виду, что она ее там послезавтра вернет непримерно. Может, в следующий раз так не зайдет. Ну, как-то так. Наверное. Я не знаю. Давай посмотрим. Ну да, получается же, именно эта соль куда переходит, я же не ту же самую щепотку верну, если я должен вернуть щепотку. Я съел давно, определенно нет, конечно, другую. Но эти деньги мы тоже возвращаем не те же, когда мы одолжаем деньги. Да-да-да. Но там следующая фраза безумная и забавная. Так. Раби Йуда потер бамаем. Ага. Ага. Хозяин мамаш. Ага. Туда, как бы, что, знаешь, разрешает одолжить воды, дальше ты можешь идти, куда хочешь. Ага. Ну, не куда хочешь, а куда тебе можно. Так ты сам. Воздая не является, как бы, этим имуществом, которое блокирует твои перемещения. Да, то есть ты можешь, одолжив воды, идти, куда ты можешь идти, и не спрашивая, куда может хозяин воды идти, потому что в ней... Но вот на самом деле объяснение я не понимаю. В смысле, я могу перевести, что в ней нету чего-то настоящего, не знаю. Да, это действительно некоторая трудность. Раби Йуда объясняет это так. Дальше он говорит, когда ты печешь хлеб, вода там есть? Нет. В смысле, что, ну, нету жидкой фракции в этом хлебе. Поэтому, поэтому они говорят, это инбай мамыш. В смысле, нету жидкой фракции уже в том... В продукте, продукте. В продукте. Ну да, да. То есть, как бы... Можно сказать, извини меня, что и соль уже полностью... Можно сказать, это ровно то, что сказал Амири 15 минутами раньше. Интересно, действительно, что... Ну, соль ощущается на вкус. А как ты воду померяешь? Она тупо испаряется, как бы, в процессе готовки. Но если используется этот прием, тогда придется рассматривать каждую вещь по отдельности. Воду можно, соль нельзя. Не знаю, подсолнечное масло можно или нельзя, а это... То есть, если мы идем по этому пути, получается, что нужно смотреть на все. Это верно. Это опасный путь, и поэтому это мнение одного мудреца, как мы видим. Да, Раби Иуда вообще у нас, как мы несколько неоднократно замечали, один из мудрецов с экзотическими особыми мнениями. Да, он заметен этим. Раби Иуда и Раби Леза, они как бы... Они часто в своих взглядах на мир отличаются от других мудрецов. Поэтому... Поэтому мы видим, что это не общее мнение, это мнение Раби Иуды. И в Гемаре будет еще обсуждение и дальше нам надо отсылку, обсуждение дальше в Гемаре. Поэтому... Ну, пока так. Пока так. Вода уходит... Вода уходит, как бы, исчезает. Ее... Невозможно почувствовать вкус, ее невозможно увидеть. Мы не можем ухватить эту воду в конечном продукции. Да, так считает Раби Иуда. Все остальное можем. Подсолнечное масло меняет вкус. Соль меняет вкус. Ставлин меняет вкус. Морковка... Вот она, морковочка. Вот. А МАИМ, МММА. Там еще... Это без воды это вообще не получится. Не получится. Ну, что? А без воздуха не получится. И что теперь? Воздух отдалживать бы. Там пишут еще, что речь о соли крупного помола которая заметна физически даже так скажу Это где вы читаете? Ну это просто как я мечтаю открыл Я не хочу этого трогать сейчас потому что это будет обсуждение в Гемаре потом Раша просто приводит вкратце приводит обсуждение в Гемаре мне интереснее дойти до него самого Да, понятно про соль Понимаешь, Анька, все эти аргументы будут всплывать, не волнуйся все как бы все схвачено Мудрецы не просто так называются Ну поехали, Гемар, в чем? Так, Гемар А что с Анькой Рудницкой она вообще как-то это Ну дело в том, что вот ей сложно сейчас она там все же дети дома Дети дома? Ну что? Понятно У меня дети дома Ну Даже возможно у тебя дети Может быть получится у нее на следующей неделе Я расскажу Хорошо, понятно Да, у всех у всех наоборот у всех наоборот в раздолье все дома сидят все учатся А у нее дети беда просто Ну причем трое причем маленькие Да, да Это сложняк Матнитин Делоке Раби Дуса Дуса Раби Дуса Омер Он с этим Дусом, Анька а не Дуса Дуса Окей Детания Раби Дуса Скажи, что такое Матнитин Делок Раби Дуса Мы будем учить не так Раби Дуса Матнитин это кто? Ну Матрицы Мишны Мишна Мишна не идет по мнению Раби Дуса Детания Потому что есть вот такая Брайт Брайт Да Раби Дуса Омер Вэээмрила Аббэ Шоэль 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 Омер Халокэль Бээмэ Мэхэдэро Мээрэф Йонток Афальдиш Ло Масра Ло Элэбэйонток Гарэй Ви Керэглей Га Локэх Так И вот Раби Вот есть такая Брайт Которая Раби Дуса Омер Ну во-первых Сразу вопрос А То есть Сразу Гемаре важно Сказать Что вот Есть какое-то Мнение Раби Дуса По которому Мишна не идет Так что ли? Да Это Обычный Обычный Заход Заход Гемары Особенно В начале Обсуждения Выяснения Миногидми Как бы Кто 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 за Кто против Кто внутри Кто снаружи Это Иногда это важно По каким-то причинам Часто Это Показывает Насколько Широко Мы можем Там возможно Дальше Они скажут Скажут Что нет Афилу Теймарабидоса Да Вот я прямо вижу Афилу Теймарабидоса Даже Это мнение Можно Примирить Сомнением Миш Это Для них Важно Насколько Широко Где Граница Применения Этой Миш Они говорят Вот мы что Выясняем Где Какие Мнения Падают Внутрь А какие Мнения Падают Снаружи Это Один Из Обычных Зачинов Обсуждения В гемаре Первым делом Мы выясняем Либо Язык У нас Были Такие Проходы Либо Действующих Лиц Да Ну или Там Какой Пши Так Говорим Там Тоже Может Такой Еще Заход Вот Ну короче Здесь Они говорят Так Явно Мы Явно Видим Что Миш Отличается От мнения Рабидоса Рабидоса Не согласен С Миш А какой Рабидоса Что Что Сказал Рабидоса Он Сказал Сказал Ему Рабидоса А Некоторые Говорят Что Это Сказал Абаша А Это В смысле А Некоторые Говорят Что Сказал Абаша Тот Кто Берет Значит Какую То Скотину У Своего Друга Накануне Праздника Несмотря На То Что Он Абаш Пишу Мас Раби Йом Что Что Он Передал Ему Уже В праздник Нет Нет Праздника Нет Вот я Не поняла Это Передал У него В праздник Я думаю Что ты просто Купил В данном случае Вот я Покупаю У тебя Осла Да Я Покупаю У тебя Ее В пятницу Плачу Деньги Все дела А Передать Физически Ты Передаешь Мне Слово Только В праздник Да И И Тогда Ты Можешь Уже А Несмотря На То Что Передал В праздник Ты Можешь Ижать Столько Сколько Ты Сам Можешь Ходить Потому Что Она Уже Твоя Была До Она Как Была Твоя До Праздника Таковы Радоссы Но Им Кажется Что Ну И Что Как Смотри Вот Я Нанимаю Пастуха Вот Я Передаю Свою Корову Ему Казалось Бы Казалось Бы Корова А Ну Да Корова Владельца Не сменила Все равно Так А Чего Владельца Не сменил Сыровой Нет Подожди Нет Сменил Нет Секундочку Нет Владельца Сменил Накануне Он же Праздник Его не Меняет То есть Казалось бы Он говорит Что Мишна Вроде бы Говорит О физической Передаче Да Мусыр Рабдос Вроде бы Говорит О передаче Владения Лукэр То есть Если Передача Владения Совершилась До праздника То в праздник Физическая Передача Не имеет Значения Мишна Вроде бы Говорит Именно О физической Передаче Что Как бы Что Ты Передаешь Его Пастуху Но Пастух Должен считаться С тем Как тебе Можно ходить А не как ему То есть Рабдосы Считают Что Уже Главное Имущественное Что уже было И поэтому Физическая Передача Вроде бы Вроде бы Рабдосы Вроде бы Да И по идее По идее Мишна Как бы Против Этого Мнения Ну Вроде бы Да Но непонятно Собственно Говорят Почему Мне непонятно Нет Вот дальше Говорит Еще Послушай Послушай Это же не Самое Докремное Говорит Дальше Дагамусэр Дагима Лероэ Афальпиши Ломасралю Элебе Йонту Харэгу Кереглей Гароэ А тут Прямо Противоречит Мишну Да Получается Это мы Продолжаем Мнение Это продолжается Брайта Да Продолжается А что Тот Кто Передает Тот Кто Передает Значит Скотину Своему Пастуху И Даже Несмотря На то Что Это было Передано Прямо В Йонтах Она может Идти столько Сколько Может Идти По ступ Да Да И вот Это Как раз Это Прямо Противоречит Это мы Можем Еще Думать Про Продающего Осла Но Здесь Она Прямо Противоречит А ну да То есть Может быть Собственно Вот Они говорили Именно о второй Части Которая Противоречит Может Первая Не противоречит Да Да Второй Часть Первая Не противоречит Не может Не противоречит А Окей Так Афилу Гонять Там Где Они Ее Гоняют Или Только Там Где Я Хожу По Мишне Там Где Ты Ходишь А По Братьям Там Где Они Ага В этом И разница Они Говорят Что Как Б Рабдосы Считают Что Как Они А Мудрец Мишна Танакамы Считают Что Как Мы Да Теперь Значит Дальше Вот Дальше Самое Интересное Так Значит Дальше Афилу Тейма Рабдоса Белокашья Кан Дрое Эхад Кан Бешней Роим Чего Роим Роим Да Чем Она Помогает Тут Интересно Афилу Тейма Что Даже Как Сказ Нет Я забыла Что значит Афилу Тейма Даже Если Ты Скажешь А Даже Если Ты Скажешь Даже Если Ты Скажешь Что По мнению Как Рабдоса Идем По мнению Рабдоса И имеется Ввиду Что Это Не Противоречит Мишне Что Рабдоса Укладывается В Мишну Как Она Укладывается Да Это Не Сложно Потому Что Там Здесь Это Видимо В Мишне Да Это Интересный Образ Надо Смотреть Сейчас Посмотрим В Мишне В каком Здесь Это Один Пастух А Здесь Два Пастуха Ну Во-первых Здесь Что Вначале Говорится Мишна Или Мишна Пастуха Два Широт И Кнега Бли Мишна И Татой Цо Это Пашу Татой Умотнить Да Он говорит Что Здесь В случае С Рабдосой Когда Он говорит Что Пастух Гоняет Как Хочет Имеется Ввиду Что В городе Вообще Есть Всего Один Пастух На Безальтернативной Так Сказ Основе И Все У кого Скотина Все Передают Этому Пастуху Изначально Действует Презумпция Что Вся Скотина Будет Передана Этому Суду Пастуху И Она То Что Называется Куна Швитата Она Засталбливает Место Своего Субботнего Пребывания Не там Где их Хозяева У Всего Города По Умолчанию Считается Что Вся Скотина Живет В Этот Праздник Или Там Субботу У Этого Пастуха А не У Своих Владельцев И Это Если Есть Один Пастух И Мы Не Можем Выбирать Это Мнение Рабдоссы А Мнение Макнитин Мишны Макнитин Башны Руи Продолжают Мишны Живет Ситуация Когда Есть Несколько Ну Скажем Два Пастуха В Городе И Мы Зараз Не Знаем Какому Из Них Мы Передадим Свою Порогу И Вот Тогда Она Продолжает Жить У Нас В Доме Презумпционно Продолжает Жить У Нас В Доме И Ходить Уметь Так Как Мы Умеем Ходить А Не Так Как Он Извини То есть Здесь Важно Что Два Пастуха Или Больше Да Важность В том Что Мы Не Знаем У Кого Он Да 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 Если Там Есть Всего Один Пастух С самого Начала Все Знают Об Это Напечатано Объявление В газете Не Важно Это Известный Факт Что Все Коровы Бараны Козлы Ослы Верблюды И Прочая Живность Обязательно Попадет К этому Пастуху Больше Ей Некуда Деться И Тогда Считается Что Она Живет Как У Него Извести И Худут Вместе С Ним А Если Их Много То Ты Еще Почешешь Жеребо Подумаешь Кому Это Я Свою А Может Ты Вообще Барану Одному А Вот Известный Он Списается По Баранам А Это Например По Козлам И Ты Барана Дашь Одному А Козла Другому И Тогда Значит В доме И Умеют Ходить Так Как Ты Ходишь Вот Так Простите Или Радосу С Мишиной И Тут Они Находят Еще Один Аргумент Посмотри Дальше Шурик Подожди Денис Хочет Что Спросить Да Конечно Да Это Глупое Узначение Я Просто Пытаюсь Понять Вот Прям Один Один Или Имеется Ввиду Что Точно Известно Допустим Там Хоть Сто Пастухов Но Я Всегда Все Отдаю Одному Например Это Естественный Вопрос Совершенно Да Но У меня Сейчас Не развета На этот вопрос Я склоняюсь К тому Что Тогда Все равно Действует Если Презумпция Есть То Она Действует Да Если Известно Заранее Что Вот Эти дворы Отдают Такому Пастуху А эти дворы Вот Этому Вот Тогда Вроде Должно Работать Соображение Радоса Должно Работать По идее Я так думаю А Как На самом Деле Штанзарь Пишет Вороха Аллаха Может быть Может быть Тут Что-то Написано Кстати Действительно Интересно Да Штанзарь Вороха Как И И Обоим Им Двумя Передается Все Стадо Так Видит Шурхан Арухан Это По-другому Он Видит Это По-другому Что Штанзарь Что К Ват Штанзарь Сырали Хад М Б Шли М У Хар И Корабля Б Алим К Скор Это Каждая Каждая Единица Скотины Не Передана Ни Одному Из Целиком А Обоим Им Пополам Она Считается Оставшейся В Доме В Доме Владельца Так Видит Это Шурхан Арух Сейчас Вы Сури Сури Понятно Вы Сури 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 Роим У М М Хар Б Йом Т А Ры У К Раг Л Аб Л Им Р Ф Ш Л Г У Р Г Давар М Р Йом Т Ш Б И К Р Дав Г Л Х Р Дос Окей Поехали Дальше Тут Да Давайте Сури Добьем И Тогда Будем Уже Наводить Тень На Плете Да Анька Так Давай Попробую Дальше Да Так 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 Дай К Нами Декатный Ливно Катаны А? Декатаны Ливно Олеро Э Шмамин Шмамин Это Точка Здесь Да 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 Значит Он Говорит Что Он Говорит Он Говорит Что Так же Точно Так же Не Знаем Нет Дай Каналми Это Оператор Который Подчеркивает Что Точные Слова Мишны Дай Точный Текст Мишны Тоже Говорит Нам То же Самое А Почему Потому Что В Мишне Есть Явный Выбор Он Может Отдать Руэ А Может Сыну Да Может Сыну И Пастуху Да Тут Получается Что Он Находится В ситуации Выбора И Это То Что По крайней С точки Звания Раши Это Работает Так Я Не Понимаю Не Совсем Понимаю Как Это Работает С точки Зрения Шухана Руха Но С точки Зрения Раши Работает Именно Так Это Экономик Он Может Отдать Сыну Он Может Отдать Пастуху И Вот В этой Ситуации Говорим Мы Она Продолжает Как бы Оставаться У его Владения Но Если бы У нас Не было Альтернативы А был бы Вот Один Пастух И Все Всегда Давали Ему Тогда Тогда Он Хозяин И Тут Аллахические Мнения Какие Я даже Не понял Что это Подчеркиваю Что Этот Пастух Может быть Не евреем Он Вообще Будет Ее Водить Где Угодно Если Карагли А У Роя Нет Ни Этих Ограничений Если Это Ваш Бедуин Изор Так Они Вообще Могут Хоть Угнать Свою Эту Сан Но 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 Потом Вернут Так Хорошо Поехали Дальше А Ну Это Интересно Они Говорят Что Собственно Что Так Это И Есть Что Мишна Тоже Дает Этот Выбор А Шмамина Это Что Шмамина Ну Так И Слушай Так И Так И Вот Так И Есть Завершение Некоторого Обсуждения Амар Раба Бар Бар Хана Амар Раби Йохана Халахан Раби Доса Сказал Раба Раба Бар Бар Хана Это Известный Вилонский Мудрец А Сказал Раба Бар Хана Со Слов Раби Йохана Что Аллаха Она Как Раби Доса То есть Ну Аллаха Иметься Ну Когда Нет Выбора То Тогда Пастух Идет Как Хочет Это Имеется Да По Видимо Так Да У Мия Раби Йохан Хахи А Кто А Кто Сказал Так же Как Раб Йохан Ну Ми Это Это В Арамейском Им Надо Помнить В Арамейском Часто Переводят А А А Если Ты Разве А Разве Раб Йохан Не Сказал То же Самое Нет Разве Мух Раби Йохан Так Сказать А Разве Мух Раб Йохан У него Другая Позиция Общая Сейчас Посмотрим А Разве Мух Раб Йохан Сказать Что Аллаха Как Раби Доса Если он вообще У него есть принцип Аллахак Истам Мишна Ну За исключением Некоторых Всключительных Случа А Что У него вообще Есть принцип Что Аллахак Как написано В Мишне А в Мишне Как написано Мишне А как написано В Стам Мишне В смысле В закрытой Анонимной Мишне А Что это значит Без указания Говорящего Самые Мощные Мишна Это Те У кого Не написано Кто их Сказал А А где Они Как бы Ну В нашей Мишне Например Нет Указания На Говорящего Кроме Последнего Возражения От имени Раби Иуды Да Все остальное Идет Как Стам Мишна Стам Мишна Это Самая Мощная Хрень Да Она Весит Больше Всего Раби Йохан Во всяком Случа Считает Именно Так И Совершенно Непонятно Каким Образом Он Препочитает Своей Любимой Стам Мишне Неизвестно Какого Раби Досу Да Потому Что он Говорит Что Стам Мишне Которую Мы Прочли Да То Которую Мы Обсуждаем Да Это Животное Оно Идет Столько Сколько Может Ити Ее Хозяин Да Как же Он мог Сказать А сейчас Будет Ответ На Это Ну Конечно А Мы Не Учим Здесь Не Знаю Да Разве Ж Мы Не Объяснили Это О Ким Это Что Ну Как бы Поставили Объясните Поставили Да Совершенно Наверное Очень хорошо Ты помнишь Поставили Да Это Мнение На Случай С одним Пастухом Это Мнение На Случай С несколькими Пастухами Да То Мы Примирили Собственно Стам Мишну И Раби Досу Имеется Ввиду Что Раби Йохан Он Говорит Аллахака Раби Доса В том Месте Где Как бы Где Имеет Смысл Его Как бы Выделять Из Стам Мишны А во всех Сторонах Случа Как Стам Мишна Стам Мишна Обычный Руим Значит Там Лаха Такая А Брэ Хад Лаха Раби Доса Ясно Это Вот Последнее Последнее Замечание Отлично Отлично Ну Ещё Поехали У нас тут Длиннющая Сугья Я У нас Что Интересно Хотите Я Почитаю Ай Устал Немножко Давай Почитай Конечно Спасибо Я Почитаю Ну Абанан Знаешь Что Аллах Халлук Ихат Мей Эбе Шут Афут Зэ Лей Лей Буша Харит Лей Бей Та Медра Да Это Хорошо Конечно Значит Братья Такая Твое Одолжили У третьего Один И тот Же Халат В партнёрстве Вместе Один Речь Явно Про праздник Один Для того Чтобы Утром Пойти В нём На Учёбу А другой Для того Чтобы Вещь В нём На 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 Пьянку Да Зэй Рэ Лицафон Зэ Рэ Рэ Лам Жи Даром Только Беда В том Что Учёба У него Севера А пьянка На Илге И Значит Тот Который Зарвался На На Учийце Он Сделал Рув Себе На Север А Тот Который Рвался Значит Выпить То Сделал Рув На Юг Да Это Действительно Смешно Чем Будут Делать Непонятно Зэ Рэ Рэ Лав Лицафон Ме Олег Лицафон Кирогли Миши Рэ Рэ Лав Ли Даром Вот Зэ Рэ Рэ Ли Даром Ме Олег Ли Даром Кирогли Миши Рэ Лав Ли Ца Фон Ну Короче Они Немножко Попали Потому Что Потому Что Теперь В этом Как Сказать Халате Можно Перемещаться Только Туда Куда Они Оба Могут Попасть То есть На Пересечении Этих Тхумин Вот Там Есть Картинка Такая Два Круга Пересекаются В маленьком Пересечении Там Может Быть Халат Или Как Хотите Хотите В трениках На Бэтмедраж Хотите Как Хотите Короче Короче Не Получится Не Получится Да Этот Самый Выгулять Этот Халат Одновременно И на Северный Не Получится Наоборот Они Как Блокируют Себе То есть Они Каждый Из них Блокирует Как Блокирует Использование Этим Халат Ну Перевещение Это Халат Вы Им Митсу Это Тхум Хары Зэ Луиз Зэ Нам Им Камал А Митсу Это В смысле Что Они Что Что У них Тхумин Не Пересекаются Как Да Так Что Тогда Да Если Если Вот Там Опять Есть Такой Рисуночек Когда Они Не Пересекаются А Если Так Получилось Что Они Ну Например Что Этот Поставил Строго На Север Строго В Километре А Тот Поставил Строго На Юг И Строго В Километре Тогда У них Тхумин В Лучшем Случай Касаются Друг Друга И Не Остается Этого Пересечения Тогда Тхумин Вообще Никуда Не Может Пойти Пусть Лежит На месте Там Где Вот Это Про То Что Бывает С Людьми Которые Плохо Учатся Ну В смысле Да Не 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 Зачем Был Брать Тхалуб На Сам Дальше Если Ты Пойти В Нем Никуда Не Важ Потому Что То Что Мы Обозначаем Слово Локрях Это Обычно Нотель В В Языке Толмова Да Значит И В общем Короче Двое Взяли Совместно Партнерство Пополам Напополам Бочку Вина И И Скотинку Равамар Ахавит Мутер Тублина Асура Ушмой Рамар Хавит Намя Асура Так Асура А Вот Как Вот Как Они Могут Вот У нас Есть Полная Бочка Вина Теперь Я Хочу Пойти В Гости На Север А Мой Партнер Хочет Пойти В Гости На Юг И Мы Сделали Себе Иру Туда И Сюда Да Теперь В Гости Мы Хотим Прийти Со Своим Вином Мы Собственно Для Эту Бочку И Покупали Вопрос Могу ли Я Разлетел По Двум Кувшинам И Унести В Разную Сторон Рав Считаю Что Могу А Со Скотиной Делать Уже Нечего Скотину Порубать Пополам Не Получится Она Тогда Умрет Вот Шмой Говорит Что Даже Бочку Нельзя Разделить Пополам Как Моя Касава Рав Что 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 Себе Думал Рав Когда Говорил Такое И Касава Еш Брейра О Любимая Тема И Касава Еш Брейра А Фил Беймати Штарай Почему Не Понял Почему А Фил Беймати Штарай Шурик Извини Пожалуйста Ты Немножко Не перевел Вот там Маленький Кусок Какой Именно Люди Потерялись Немножко Что Вот Собственно Что Рав Амар Что Рав Амар Рав Амар Бочку Можно Поделить Пополам И Унести В разные Стороны А скотину Нельзя Водить Туда Куда Оба Из них Не Могут Попасть Оба Два А Шурик Сказал Что Даже Бочку Нельзя Поделить Значит Что Полагал Рав Какая Идеологическая Точка Зрения Рав Которая Позволила Ему Сделать То Что Он Сказал Вынести Это Решение Сказал Что Бочку Можно Мы Не Знаем Что Рав Думался И Он Не Сказал Мы Пытаемся Догадаться Что На Какой Идеологии Стоит Его Мнение Одна Из Идеологии Из Возможных Идеологий Называется Ешбрыра Ешбрыра Это Вот Как Это Постфактумный Выбор Смотри Вот Мы Покупаем Бочку Да Мы Покупаем Бочку Мы Не Знаем Какое Вино Принадлежит Кому И Следует Считать Презумпционно Следует Считать Что В каждой Капле Вина Есть Моя Твоя Твоя Правило Ешбрыра Позволяет Нам Задним Числом Сказать Вот Верхний Грубо говоря Вот То что налит В этот Кувшин Мое А то что налит В тот Это твое Задним Числом Постфактум Да А это Называется Ешбрыра Ешбрыра Называется То что Можно Назначить Задним Числом Да Что Можно Осуществить Этот Выбор Задним Числом Понимаешь Если бы мы Заранее Пшеницы И мы С самого начала При покупке Сказали Что Эх Блин Что Вся верхняя часть Бочки Принвлежит мне Вся нижняя часть Бочки Принвлежит тебе Это было бы Вообще Понятно Да То есть Как бы Оно так и было бы Просто мы бы Отделили аккуратненько Верхнюю часть бочки Отдали мне Все остальное Отдали бы тебе И всех дел Все равно Так по-любому Не получится Но Мы могли бы Поставить Какое-нибудь Условие Например Могли бы Заранее сказать То что я зачерпну Кувшином Первым То будет мое А все остальное Твое Например Да Тогда Тогда нам Не нужно было бы Брера Но мы Это не сделали Мы купили Эту бочку Совместно Она теперь Общее наше владение Для того Чтобы ее Поделить Вьем Поделить То мы можем Но проблема В том Что в каждом Кушении Останется Моя часть И твоя часть И они будут Подчиняться Ровно таким же Правилам Это если бы Эйнбрера Но мы считаем Что ешбрера И мы можем Задним числом В тот момент Когда мы делим Эту бочку Сказать Забили Вот этот кувшин Будет мой А вот этот кувшин Будет твой Все На этом значит Дележка закончена Да Партнер-то распалась Теперь у тебя есть Мое вино И твое вино И я могу Унести мое вино Туда куда я захочу А ты можешь Унести твое вино Туда куда захочешь ты Потому что Предполагается Что оба изначально Не против Просто не договорились Понятно Нет Разумеется Все это Согласен Понятно Проблема не в этом. Проблема в том, что им ешь брера, а филу бима тиштарай. Почему вот это, я не понимаю. То есть, если есть брера, то даже и скотину можно как-то? Да, вот это вот я не понимаю, каким образом. А как ну, может быть, можно ее, так сказать, разделить, да? Она умрет частью до части. Не-не-не-не. А, ну, в принципе, об этом они и говорим. Может быть, об этом речь. А может быть, речь о том, что, а может быть, речь о том, что мы можем, например, назначить так, что сегодня она как бы моя, а завтра, скажем, двоя. В смысле, брейру мы можем осуществить и таким образом тоже. Что такое партнерство? Это значит, что она принадлежит нам совместный, мы совместно от нее получаем некие мечтыки. Ну, там, не знаю, пашем, сеем, ездим на ней, неважно что. Да? Едим, в конце концов. Нет, но едим здесь тогда не подходит. Едим, проедим можно осуществить так, как ты точно. Это понятно. Я думаю, можно осуществить такую трюк с живой скотиной. Мне кажется, что можно, что мы могли бы... А с живой как раз можно, слышу ли? С живой как раз можно, наверное, в том случае, если ты действительно ездишь на ней. Ну да, это может быть скотина, мало ли, чем скотина. Тот же осел. Ездить же нельзя. Ну и что? Так это ну и что? Так ну и что? Я же не обязан на ней ездить, если это ездовая скотина, я же не обязан на ней ездить. Ну, о чем тогда ништяк? Зачем тебе тащить ее в этот тхум? Ну, я не знаю, зачем мне ее тащить. Ну, мало ли зачем, значит. Зачем ты мне понадобилась? Нет, нет, ну это странно. Если ты ведешь... Если ты ведешь, это чтобы дать подарок туда, куда ты идешь. Или съездить. Нет, я же не дам подарок мне какой-то скотину, потому что она же не моя. Нет, ты же только что сказал, разделили. Сегодня она моя, завтра твоя. Что иначе? Так для чего она тебе сегодня твоя? Ну, я знаю, для чего. Я не знаю, для чего она мне сегодня. Я пытаюсь реализовать, чтобы показать, например, своему соседу, какого офигенного коня я купил. Или там осва. Мало ли зачем. Я просто... Мне теоретически интересно, можно ли осуществить такой живой скотины. Понятно, что забитой скотины, понятно, что можно. Забитой скотины, это очевидно. А вот живой, интересно. Да, живой непонятно. Вот может быть, можно так, как я сказал. В смысле, что постфактум решить, что мы поделили ее вот таким образом. Как бы она один день моя, другой день твоя и сегодня моя. Это если ешбрера, да? Если ешбрера, он говорит, афилу грима тиштеры, тогда и скотину можно было бы носить или водить туда-сюда. Вы и косовар эйнбрера, если он считает, что этого выбора нет, постфактумного. Афилу хамит намя сура, тогда и с вином ничего сделать нельзя. Да, понятно, что... А Раши как-то объясняет это, вот это делашка, живой скотин? А вот и нет. Нет. Нет, не объясняет. Извините, пожалуйста. Тоже не очень-то нам помогает, там, про другое. Ну, короче, нет, нет, не вижу я никакого объяснения. Леонка савар ешбрера. Значит, теперь он говорит, получается, что он не мог считать ни то, ни это. Если бы он считал, что ешбрера, то он бы и скотину мог поделить. Если бы он считал, что эйнбрера, то и бочку не мог бы. Значит, понятно, что эйнбрера мы оставим за Шамуэлем. Это более-менее ясно. Значит, нам нужно вырулить на ешбрера. Выруливаем. Леоланка савар ешбрера. Вершание бьема. Докаянки и тхумин не гададай. А, так все-таки жилая скотинка-то. Вот. Леоланка, ага. Да. Ян фитхумин мирададай. Он говорит, Нет, они имеют в виду, конечно, так, как ты делить. А делить же уже покойное животное. Но беда в том, что оно покойное-то уже в емтов. А при наступлении до емтов она еще вполне живая была. И тогда у нее то, что называется янки тхумин мирададай. Мы не можем разделить ее на момент наступления праздника. Она еще живая. Она еще друг от друга зависит. Ее части друг от друга зависят. Зрание договорится, что вот коза ножка моя, крылышко твое. Ножка крылышка ты чего с ней? Фишка в том, что на момент наступления праздника Ножка и крылышко были единым организмом. Они питались друг от друга. Они передавали друг другу кровь, соки, не знаю что. Ножка и крылышко как бы не существовало. Подожди, но ведь именно это Зора говорит, что можно в этот момент, точно так же, как ты сказал про пшеницу... В этот момент я пока не знаю. Если что пшеницу, ты говорил, можно вверх твой низ мой почки, так точно так же про животное можно сказать. А вот и нет. Потому что нету этих ножек и крылышек, действительно. Как это нету, когда я могу... С общей системой жизнеобеспечения, вот что есть. Ну и что, а там вся пшеница лежала вместе. А пшеница-то не зависит, одно зерно не зависит друг от друга. Да, а две ножи-то перемешиваются все время. Черт с ним, пусть перемешиваются. Мы же его задним числом отделяем, вспомните. Мы же... У нас же есть барыра. Они же знают, что если есть барыра, то есть барыра. Нет, нет, ничего сделать нельзя. Но если есть барыра, если мы можем задним числом его поделить, то нам совершенно не важно, что оно перемешивалось минуту назад. Делим-то мы его сейчас. Так я не понимаю, почему... Потому что то, что было ножкой в наступлении праздника и то, что является ножкой сейчас, это абсолютно разные вещи. Нет, я не понимаю. Ну что, тут непонятно. Это то, что они называются Янки Тхумы Меодады. Вот, как он говорит. Вы коль Эварэа бахаим Йонкин Замезе У Мишаха Шеха Янак коль Эвер Вэвер Мишэн Хавэро Вэйн Кан Ливрор Вот Хумен, он считает, что это хилкей агема, что это часть самого зверя. Да. Он это вот, вот так вот он ставит эту, да, что каждый ее кусок питается друг от друга. Простите, ну то есть разница в целостности, вино я разделил на две части, и то, и то вино в полном смысле, а если скотину, то это не есть каждая часть скотины. Да, да, вот именно это я пытаюсь донести. Секунду. Да, именно так, то есть как бы если бы она была трупом, да, если бы мы эту скотину забили до праздника, тогда никаких проблем бы не было. Мы бы задним числом решили, что моя ножка твоя крылышко и привет. Но беда в том, что в момент наступления субботы, что там ножка, а что там крылышко, не до конца ясно. Праздника, 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 праздника. А? Момент наступления праздника все-таки. Да. Вот. Поэтому они так говорят, что и это блокирует нам постфактумный выбор даже при условии принципа Ешберера. Да. Значит, перевожу уже после понимания. Во веки он непременно считал, что выбор есть постфактумный. А скотина – это другое дело, потому что ее части питаются друг от друга. А? Амры ли рав – qaan, а вар алас и ларав. Лийсур мукцелол хшашу, лийсур тхумен хшашу, а? А, лийсур мукцелол хшашу? Лийсур тхумен хшашу? А, 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 окей. окей что получается получается что что если так ставить вопрос если так ставить вопрос все получается еще хуже потому что мы ее не можем разделить не постфактум не вообще до забоя мы ее никак разделить не можем получается что после забоя в каждом ее куске остается моя часть и твоя часть и тогда она для каждого из нас становится мукцией потому что свою часть я имею ввиду себе а ты это свою себе как я могу трогать твою часть подожди вот помнишь мы как учили сложно прийти к мяснику и заранее договориться что это крыло за моё почему мы не можем так сделать в этом случае потому что Раф считает что не можем потому что Раф считает что я тоже пока я тоже пока не да главное что мы не можем так сделать что это самое главное посмотрите ангел иисур мукцией лоха шашу анан сагаде да коль хад минаеву акции даты и михелков шел хаверова воем аю ротцим лохова кхан айна асура минаеву акции он говорит хуже хуже ситуация еще хуже если ты вот так на нее смотришь то каждый из них даже после забоя не может просто взять этот кусок и пожарится например потому что в этом куске содержится моя часть который я не могу трогать в смысле и твоя часть которую я не могу трогать вот как получается что ты и мудрецы ему говорят кто там кто там это был Раф Канана и Раф Аси да говорят ему Раф потом что ты говоришь что по твоим это самое получается что мы даже не должны были мочь с ним вообще ничего делать ну а дальше все вот эти соображения зор который ты вспомнила и все остальное то есть это неправда это очевидно правда же не неправда да то есть как бы это не может быть не может быть если ты боишься ее переносить в разные стороны сначала бойся ее вообще взять в руки говорит он Шурик слушай ты знаешь извини я потеряла немножко нить реально потеряла то есть в начале вот в конце там что до того места когда говорилось что с того места когда говорилось что эйн брера филу хабайт нами асура да хабит да хабит хабит вот это это вот до этого момента я все ловила а дальше я не поняла что там говорится что вот это что вообще всегда ешь брера не не всегда он говорит ежу ясно что он должен был полагать что этот выбор есть выбор есть выбор есть в том смысле и вот дальше говорится что вот наступил праздник мы разделили эту скотину чтобы каждый с ней шел в свою сторону и мы задним числом уже можем сказать что это твое это мое да могли бы но эта скотина была еще еще раз но эта скотина была еще живой на момент наступления праздника а мы а обмен веществ понимаешь ли ай вот у митики спроси живой организм функционирует иначе чем бучка вина а обмен веществ устроен так что на момент забоя мы не будем понимать какие части того крылышка присутствуют в этой ножке окей понимаешь то есть они хотят сказать что скотины вообще всегда эмбрера даже после того как мы кровь спустили но кровь мы спустили единственное что объединяется здесь речь идет не о том что ты что она сейчас перемешивается что она раньше перемешивалась она живая была вот прожила там хотя бы час внутри праздника она прожила чтоWS в ней все перемешалось и overboard начинается и теперь уже непонятно какой мой а какой твой и задним числом не будет понятно поняла А мудрецы ему говорят, старик, если ты так жестко подходишь к этому всему, давай жестить до конца, давай говорить, что ты и поднять этот кусок не можешь, потому что там есть кусок мое и твое, ты взять-то себе его не сможешь, съесть не сможешь, просто буквально, потому что это и сурмокцы, шатикрав. И Раф действительно не нашел, что сказать, это не так часто бывает, по-моему, ребята. Действительно, Раф признал поражение, он как бы сказал, что нет, так действительно быть не может. Либо туда, либо сюда, либо ешь брэрайт, а то делим скотину, либо эйн брэрайт, а то не делим бочку. Мэй гавэ Алла, и что теперь с этим стало совсем? Чем кончилось-то? Рабьё шай амар ешь брэра, а в рабьё хай амар эйн брэра. Он говорит, и дальше мы вступаем в длинную, надо предлагать, и очень интересную разборку по поводу брэррот вообще. По поводу принципа самого. А это много где применяется, это не здесь появилось и не этим закончится. Ешь брэрэра — это вечный длинный спор мудрецов по всему дому. Рабьё шай говорит, что выбор можно сделать постфактум. Рабьё шай говорит, что выбор нельзя сделать постфактум. Высава Рабьё шай а ешь брэра? А разве Рабьё шай считал, что такой выбор можно сделать? И вот у нас есть мечта. Хамет бабайт, в лоб тахим гарбэ, кулам тмэйм. А, это уже был, да? Это уже был. Хамет бабайт, в лоб тахим гарбэ, кулам тмэйм. Ни в тахаха адмэйм, кулам тмэйм, кулам тмэйм. Да. Значит так. В доме умер человек. Понятно, что он оскверняет дом, да. Ишки Амут Бауль, вот это вот всё. Значит он осквернил этот дом. У дома есть несколько выходов. Считайте, что осквернились все из них. Пространство выхода самого. Помните, мы об этом начале трактата у нас было, я не помню в связи с чем, но в связи с чем. Может быть даже в связи с этим же. Да. Значит, теперь открыли один из выходов. Почему все осквернены? Потому что мы можем теоретически в этот момент вынести покойника через любой из них, и тогда он осквернется. Но если мы открыли один из них, то мы показали, что выносить мы будем через него. И тогда он осквернён, а остальные часты. Он осквернён, выход осквернён, да? Выход, выход. Пространство двери. Всё остальное осквернён. Вся внутренняя часть осквернилась и так. Вся внешняя часть дома, естественно, не осквернилась никак. А что случается с толщиной стен? В местах дверей и окон? Ответ. Пока не открыто ни один из них. Все осквернены. Открылся один из них. Осквернён он, а все остальные очистились. И это как бы постфактум. Ешбрыра. Или наоборот. Хишэвлют. Хишэв лю цэу байханм, байханм, оба хавон шешбу арба аль арба. Мацэлят алептахин кулам. Я думаю, что первое замечание пока относится вот к чему. Если одна дверь уже физически открыта на момент смерти или появления трупа в доме, тогда она оформлена на все остальные часты. Пока мы будем говорить только об этом. Теперь, если он изначально задумывал вынести его через определенный выход или даже через окно, в котором есть хотя бы четыре на четыре локция или тэфаха, тэфаха, наверное, тэфаха, конечно. Тогда этот выход спасает все остальные. Все остальные объявляются чистыми, а оно нет. Оно нечистым. Это понятно? Молчание, знак согласия. Бэчамэ, я считаю, что он должен размыслить вот это, сказать, грубо говоря, ну, устно или в мозге. Я вот сейчас этот самый, я помрет, сейчас, в самых честных правилах, помрет, наконец, старый хрен, я его вытащу через окно. Да? Но это пока он еще не умер. Это так считает Бэчамэ. Тогда мы можем проделать такой трюк. Он говорит, ага, Бэдгилей, ну, ладно, что мы сейчас будем? Да мы сейчас ему стаканчик воды принесем, там, это самое доброе слово скажем. А вот когда старый хрен наконец помрет, вот тогда мы будем думать, через какую дверь его выносить. Это получается, что Бэдгилей, как бы, ежбрара, да, получается. Бэдгилей, почему тогда не говоришь, а нет. Говорят они, потому что дальше там, вы итмарала, и об этом говорилось. А как это, я не понял. Переведи, пожалуйста. Давай, я сейчас скажу. И мы говорили об этом, и Рабь Ешайя говорил об этой мишне, да? Таким способом мы можем очистить вот эти вот проходы отныне и впредь. С того момента, как мы сказали и далее, имеется в виду, разумеется, высказывание Бэдгилей, про Бэдгилей тут все просто, да? Он же заказал этот Петах еще до того, как тот помер. Да? То есть, когда еще ситуация осквернения просто не была. И понятно, что, понятно, что вот когда он помрет, тогда этот Петах будет главным, через него мы можем уносить, все остальные можем обеять чистыми. Теперь, мы имеем в виду замечание Бэдгилей, что он говорит, что дядя уже помер, все уже по факту осквернилось. И вот теперь, он говорит, Рабь Ешайя говорит, нет, мы можем очистить его как бы впредь, но не можем очистить его с задним числом, прямо Фрея. И получается, что Энберер. Что значит очистить впредь? Очистить впредь. Помнишь, мы когда это обсуждали в прошлый раз, мы обсуждали это с точки зрения вот чего. Например, в этих проемах стоит какая-нибудь утварь. Например, глиняные стаканчики. В каждом из дверных оконных проемов стоят глиняные стаканчики. Да? Глиняные стаканчики оскверняются, Тумат Авет, причем необратимо оскверняются. Теперь, что говорит Рабь Ешайя? Рабь Ешайя говорит, с того момента, как я сказал, я буду вытаскивать его через это окно. Все остальные входы начнут быть чистыми, но не стаканчики, которые стояли в них на момент затумления. Стаканчики придется выбросить. Потому что вот этот кусок времени, они таки существовали в нечистоте. Во как. То есть задним числом очистить не получится. Получится только передним. То есть, ну, именно стаканчики. Понятно, стаканчики. А что еще? А в смысле, а сами эти проемы... Сами проемы станут чистыми, когда мы скажем, что мы будем вытаскивать через этот вход. Но они бы и стали чистыми, как только мы вытащили через определенный вход. Да? Они-то бы очистились, потому что вот этот вход за Тумран, остальные очищены. Вопрос, что со стаканчиками? Да? Что со стаканчиками? Они еще и полные, кстати, к тому же могут быть. Это может быть кувшин Трумы, например, стоящий у меня на подоконнике. М? Понимаешь? То есть, с того момента... Он говорит, с того момента, как я физически вытащил тело, или хотя бы сказал, что я вытащу его через это, я могу спокойно ставить свой кувшин Трумы на вон тут второй подоконник. Но если он уже стоял там на момент смерти, а я не успел по Б. Ч. Амаеву распорядиться этим подоконником, то все, эту Труму можно выкинуть. И нужно. Ясно? А если бы было Ежбрера, то... то было бы не так. Поэтому они говорят... Эйфух, рабьёшаилнэр эйнбрера, в рабьёханунэр ежбрера. Это все наоборот. Давайте поменяем... поменяем... Ээээ... Так... А вот... Анька куда-то исчезла, а вместо этого там мечется какой-то... А, или это кто там мечется? Какой-то Лель Мудру, это Натан, что ли, мечется? Он съел... А, нет, он не съел. А почему? А, ну ладно, неважно. Значит, Андрей... Давайте поменяем имена. Значит, тогда рабьёшаилнэр, который здесь явно говорит, что... что... что такой выбор сделать нельзя постфактум. Будет говорить, что и нельзя. А рабьёханнэр, который... который пока ничего не говорит, пусть будет говорить, что можно. Окей. Уменилилэр, рабьёханнэр эйнбрера. Так. Ладно, я думаю, на этом мы сегодня закончим. Вот как. Мы новый круг обсуждения начнём уже в следующий раз. На сегодня на этом закончим. Окей? Да, спасибо, Шурик. Просто у нас... Слышишь, Шурик? Да-да-да, слышу. Дело в том, что у нас вырубили электричество сейчас, и я подключила с телефона. Вот эта картина... А, я понял. А я понял. А что такое с электричеством у вас это самое? Настолько всё запущено. Ну, я не знаю, сейчас вырубили во всём удобном у нас электричество. Не знаю, всё. Сейчас телефон, и неважно. То есть я поняла, что тогда мы в следующий раз попробуем повторить это ещё раз, да? Ну, мы пробежимся по предыдущей, ты сам, и начнём уже... И начнём с этого времённого момента. Вот, ну тогда я ещё раз ко всем обращаюсь, пишите мне, пожалуйста, номера ваших телефонов, я вас включу в группу, кто хочет. Ну и тогда до следующей недели всем. Всем спасибо. Всем спасибо, кто смог участвовать в мире. Счастливая. Спасибо. Ага. Я сейчас заканчиваю запись. Спасибо. Пытаемся взять. Аня, напишите, как уплатить дистанционно, я в воскресенье уплачу. Я всем напишу, как платить дистанционно. А как я вылезаю отсюда? Да. Ага.